всем всем большой привет время уже к первому ноября последний осенний месяц наступают на улице выпал даже снег стало холодно как-то промозгло хочется больше находиться в кроватке но косметичка всегда по расписанию поэтому в кроватку отменяется будем делать яркие макияжи и пугать эту грустную осень на первую декаду я решила разгуляться потому что в конце октября дело было к отчету проекта project pen я там налегала на продукты на определенные и однообразие немножко поднадоело поэтому сегодня я разгулялась по полной давайте смотреть но в базе я конечно не разгулялась мы с вами когда отчет я показывал проекта project pen базу от белиты это хайлайтер кремовый да си сияющий такой мы передавили с вами вот в эту баночку получается вот где-то вот столько но я правда додавила остатки ну вот много тут еще моя задача за два месяца его использовать буду как базу продолжать использовать у него хорошие подсвечивание идет кожи и такое здоровое сияние очень нравится хорошо работает тональник я выбрала от белиты янг биби крем в нем spf 15 тон тут один естественный универсальный выбрала именно этот крем потому что его осталось тут во первых немного а во вторых он мне подходит когда я смешиваю в проекте project pen мы там тональное средство поэтому выбор пал на эту на этот продукт и уже смешаны эти два продукта у меня остаются я продолжаю использовать но будут чередовать чтобы этот заканчивался и тут потихонечку убывала сегодня решила поменять немножко локации дизайн видите оформление стола чтобы было какое-то разнообразие не одно и то же удивительно но мои консилер хайлайтер какой-то бесконечный каждый раз я вам говорю что вот смотрите ограничителя нет на донышке тут уже кисточкой достаю и вы знаете вот если смотреть вот я на свет смотрела и все равно здесь получается где-то вот так еще средства очень хороший продукт нравится использую с огромным удовольствием не тороплюсь чтоб он закончился и достаю я его уже ой 2 обиделся убежал вот такой кистью от decolor она хорошо пролазит искала специально узкую кисть чтобы туда смогла проникнуть ну в общем вот эта кисть и то что в креме и существует но или входит хайлайтер то светящиеся такие частицы тоже дает под глазками такое сияние небольшое сходила за вторым и второй второй консилер который все на смену приходит но иногда его использую и самостоятельно вместо первого это от арифлейм тоже хороший беспроблемный и наносится и лежит хорошо но он поплотнее у него нет сияние свечения такой но он имеет чуть плотнее текстуру не замечала чтобы кто-то из них подсушил ну ну что-то там девочки сейчас поправят не замечала чтобы какой-то из них подсушил кожу пудры у меня остается верно служить от эссенс пудра в оттенке 01 беж она уже у меня чудом открывается и крышка сломала вот таким образом видно что ее тут и по краям то уже тонкий слой но пока она у меня живая есть и мы с ней продолжаем дружить дальше и вторая пудра от faberlic она водостойкая и так как сейчас мокрый снег постоянно то ее можно использовать не просто в день когда я иду на спорт но и в любой другой день потому что когда такой мокрый снег и идиот а ты без зонта например то течет все по лицу и такие водостойкие продукты они очень очень даже выручают смотрите как красиво правда получается и еще один продукт я взяла тот которым пренебрегаю часто но решила в косметичке время от времени его добавлять его даже держу на столе это забываю пользоваться от divash вельвет пудра такая двойная и она выглядит вот так вот этой осветляющей пудрой под глазками хорошо выбеливает зону ну а это можно корректировать хотя она имеет рыжеватый потом и очень ярко выраженный поэтому скорее всего вот беленько это будет лучше работать но если этим переборщил то можно их вообще набирать вот так и более деликатно видите получается более деликатная тени не переборщите то есть можно с ней подружиться что я все планирую сделайте никак у меня дружба это не сложится но надо так сейчас я салфеточки сотру сводчики свои так переходим к румяном сначала я сразу покажу мою одну из самых любимых палеток от стеллари вот любовь на века не зря я ее искала спасибо риту ли которая мне ее нашла и прислала это трио такое кстати вот сколько пользуюсь но видимый результат только что он что-то тут коснулась в хайлайтере но на самом деле пользуюсь всеми тремя продуктами очень очень мне нравится этот продукт мне кажется это идеальное такое трио вот так выглядит но замечательный продукт если у вас вдруг такого еще нет продукта вы обратите на него внимание в магнит косметик можно его приобрести давайте это вот так выложу так это мы будем складывать дальше румяна ну давайте я вам покажу это вдруг вы соскучились со вчерашнего дня в отчете я вам только показала конечно я буду их в каждую косметичку продолжать добавлять я говорила вам что они стали слишком яркие и одно касание вот я сейчас переборщила то что я вот сейчас собрала на сводч мне кажется раза на четыре хватит нанести на щечки но если не в пользовании то в сводчах мы их все равно уничтожим я шучу и еще одни румяна взяла видите разгулялась а у меня что-то прямо так я соскучилась зеркальце от catrice оттенок 030 это был по моему подарок с этой стороны румяна с этой такой с блестками хайлайтер он вроде и деликатный так сюда нанесу давайте сюда и блесток особо вы знаете не видно то есть ощущение что просто ну как положено подсвечивающий эффект так и есть видите и вот 3 румяна мне кажется все трое румян разные у меня камера конечно немножко цвет съедает вот если близко посмотреть то видны блестки до на хайлайтере но на самом деле нет такого что прямо блестит и как-то вот некрасиво и еще один хайлайтер мне его прислала наташенька из германии от essence с ламой оттенки 10 я его пыталась и смешивать но мне больше понравилось использовать все три продукта отдельно друг от друга и чаще вот этот вот золотой у меня шел вход у меня желтый подтон сейчас я здесь нанесу и вы увидите какие они красивые в розовый в голубой и в золотой уходят оттенки деликатно подсвечивают и на лице смотрится красиво если у меня макияж в синий уходит то хайлайтер хорошо от этот голубизну если фиолетовый макияж розовый бордовый коричневый тор либо розовый либо золотой но чаще золотой идет когда коричневый макияж использую темные такие кори оттенки желтые оттенки золотые тогда вот этот в общем красота наташенька спасибо вот такая вот ламочка я ее как раз хотели наташа не прислала хотя она об этом не знала так ну что ж ничего не забыла вроде бы мы с вами переходим глазам и губам брови остается неизменный от его мозаик карандаш кари очень у нас смотрите в течение года становится все меньше и меньше вот так он выглядит для меня идеальный оттенок я ему вообще не изменяю постоянно пользуюсь и давайте я вам покажу я когда перебирала карандаши для глаз и губ я сказала что теперь я не буду ставить вот так вот банку и говорить что какая какому рука потянется тем буду пользоваться ничего подобного я пользуюсь одним который под рукой и ни к чему у меня рука не тянется поэтому я решила конкретно выбирать буду теперь и использовать в каждом месяце то к чему я сама эту руку сейчас притяну конечно карандаши я выбирала с учетом моей косметички я беру от никс в оттенке 02 вот эта линейка я не знаю если они в продаже сейчас ко мне приезжал этот карандаш тени в коробочке красоты и оттенок тогда попался вот такой фиолетовый и я обрадовалась потому что у меня в косметичке фиолетовых таких карандашей не было буду использовать его также взяла конечно же мой лист шалфея эйвен марк к сожалению его вывели я об этом говорю регулярно очень красивый карандаш буду использовать к сожалению он закончится и у меня больше нет возможности купить но может быть эйвен услышит и вернет хотелось бы чтоб вернули и два карандаша я взяла от мэри кэй решила что я зачем-то пренебрегаю такой красотой темно-серый посмотрите какой оттенок просто сказочный оттенок серого и еще один карандаш темно-синий черный я опять с собой не взяла я забываю брать черный но когда необходимо я ими пользуюсь этот прямо тоже такой темно-синий вот такие четыре карандаша у меня будут в приоритете на первую декаду ноября ну что ж пошли по теням вот теней я девочки разгулялась я взяла много давайте карандаш и сотру тут будут и большие палетки и решила не обижать однушки двушки их тоже добавила которые не попали в прошлый раз в этот раз я взяла хотя прошлый месяц я все-таки не успела всеми поспользоваться вот эта двойная палетка тоже ритуля мне присылала как она мне нравится мне кажется это вообще вот если бы не было никаких теней у меня это на палетка которую бы я наверное первую вернулась себе потому что тут оттенки такие мне кажется идеальные на каждый день чуть ярче можно нанести чуть бледнее и для карих глаз оттенки замечательные их можно наслаивать сделать прямо темный вечерний макияж смоки айс хорошо из них получается следующая тоже двойная палеточка от divash выглядит она вот так оттенок к сожалению я не вижу но вам поближе покажу номер 33 что вы наверняка ведь я потом тоже на экране то увижу а у камеры такой маленький экран что с моим зрением смотрите какая красота тоже это двушка я их когда заказала никами приехали я на белор дизайн заказывала я тогда подумала какое несоответствие как они не сочетаются ничего подобного пользуюсь удовольствием хотя да бывает такое что один использую с другими тенями например либо как моно тени каждый оттенок отдельно так еще одна двушка время от времени от фаррес я беру эту двушку в восемнадцатом она не сломанная на просто расслабло восемнадцатом году это душечка у меня была в проекте project pen до донышка я не добралась но вот в этом оттенке донышко в любом случае уже не за горами давайте это продолжу здесь делать одним пользуюсь чаще цветом другим пореже вот так они выглядят в любом случае оттенки очень красивый давайте поближе покажу у меня девочки спрашивали как-то все ли тени фаррес такого хорошего качества нет не все тени фаррес нужно знать какие хорошего какие такие сыпучие рыхлые то бывает не ругают и сказала хорошие мы купили ерунда какая-то все сыпется это да у них есть такие палетки на много оттенков оставила от estee lauder оставила 19 оттенок почему оставила потому что у меня вот подобных оттенков коллекции нет он очень красивый он сказочно красивый вы только посмотрите на него похожих нет я решила что наверное этот оттенок будет у меня гулять часто в косметичках смотрите сколько еще остается очень очень прямо много раз очень красивый в нем есть блестки и блестки эти разноцветные и получается 3d эффект даже какой-то нравится мне и последние два оттенка из однушек двушек трешек дела color pop который прошлый раз не попали 1 в оттенке давайте поближе покажу сегодня будет длинная косметичка я не буду торопиться буду спокойно все показывать потому что и тени и много смотрите восхитительный оттенок и помад много будем долго листать кто торопится может завтра досмотреть кто не торопится сидим до утра так и 2 такой золотой красивый оттенок ой не могу но сказка это мы только начали если вдруг 10 дней я знаю что в одной декаде 10 дней но вот не смогла я остановиться по сути для 10 дней этого уже достаточно ну мы к с вами переходим к палеточкам палетка с грейс леночка мне подарила я очень хотела эту палетку но ее в продаже нет и мне лена подарила 0 4 оттенок прекрасная елена кстати ник на канале а у риту ли раньше канал назывался василиса прекрасная так что у меня видите все мои подруги прекрасные давайте я вам покажу оттеночки у меня всех меньше в коллекции серых оттенков это палетка я вот у девочек когда смотрела сводчи я все время прямо в таком восторге была от некоторых оттенков тут черный посмотрите действительно уголек я их переношу и видно прямо такой серый чистый серый и черный хороший а это матовые оттенки я вам показываю то есть вот матовые хорошие и по нанесению конечно они сыпятся немножко у них это есть но на глазки ложатся неплохо и сейчас я вам покажу вот этот нижний ряд тут вот этот оттенок восхитительный он такой необычный прямо все время меня восхищает а вот этот с блестками причем разноцветные вот видите какой он сверкает в общем палетка мне не зря покоя не давала такой светлый вот он этот серый еще один серый и с блестками вот такая палеточка грейс так стираем пальчики пока только и смотрим следующее от эвелин взяла вот эту палеточку здесь уж больно красивый дух ром 0 1 оттенок это название sunrise зеркала нет и вот такие оттенки красивые есть кстати который но этот дух ром у него текстура такая как бы суховатая и и чувствуешь руками матовый причем хороший матовый 2 вот он этот двойной так мальчики готовим быстренько пальчики и смотрим следующие четыре которые вот этот вообще красота следующий очень на пальчиках сначала покажу ой не могу уже хочется на ночь глядя макияж сделать вот чуть-чуть сыпучие которые матовые но и цвета отдача у матовых вызывает восторг ужин палетка это замечательно она у эвелин рублей 300 что ли стоило и попадает иногда на акции вот так она выглядит прекрасная палетка нравится очень молодцы сделали хорошо качество высокое так ну что ж я пока не стираю сводчим может быть всего вместе но все не уместим сейчас еще одно покажу давно скучаю вот прямо реально чувствую скуку вот по этой палетке брала ее в китае но качество конечно нее вызывает восхищение тут и кисть хорошая но я ее отсюда не вынимаю потому что я вообще не люблю двойные кисти потому что как ее не поставь все время деформируешь одну из сторон только лежачий продукт вот так выглядит палетка она у меня такая знаете не до дыр пускай но хорошо затертая и некоторые оттенки у меня горячо любимые я здесь матовые набирать не буду я наберу только шиммерные потому что матовых не будет сильно видно и я так думаю что матовые от эвелин лучше работают но зато смотрите какие здесь шиммерные оттенки первые четыре дальше еще четыре темные тоже не буду показывать темные угольные нехороший очень люблю на мизинцы которые оттенок вот этот вот такие четыре они какие то знаете с одной стороны нейтральные такие но макияжи получаются восхитительные люблю прямо вот эта палетка у меня любимая ссылку не дам потому что я брала ее очень давно и когда ее брала я на сайте даже не видела что это реплика urban decay потому что я только вот брала в открытом виде видела картинки и заказала когда ко мне приехала сначала подумала что мне просто по ошибке прислали не то а потом увидела что до в закрытом виде она вот такая ну я не жалею мне не сложно сказать что это реплика но хорошие потому что ну вот я даже хочу вам еще разочек показать 10 дней да ну видно что соскучилась и думаете это все ничего подобного у меня еще одна есть но вот эту палетку я оставлю на ноябрь декабрь я хочу два месяца ее использовать это самосборная такая палеточка здесь одни из моих самых любимых рефилов и когда ее собрала на несколько месяцев забыла то есть думала что раз я не пользуюсь отдельно продуктами то я соберу в одно место и буду использовать часто ничего подобного забыла закрыла и и убрала в ящик поэтому вот такие оттенки теперь у меня будут под рукой два месяца и я буду к ним стараться чаще обращать внимание я сейчас уже давайте руку сотру и девочки я наверно эту палетку возьму в проект project pen на двадцатый год я думаю что долг думала какие тени выбрать в проект чтобы их было и немного с одной стороны но в то же время знаете не 10 однушек горой лежали а вот как-то компактно чтобы целый год у меня под рукой лежала и не мешала и в то же время посмотрите если вот так вот открыть то тут один два три четыре пять шесть однушек три двойные палетки вот эти маленькие четыре это тоже одна палетка и вот эти три это палетка faberlic и получается здесь вот если раскидать один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать одиннадцать палеток вы представляете поэтому ну напишите как по вам конечно я тут цель поставлю только до ковыряет до донышка некоторые до ковыренные значит их закончить можно попробовать но близко вот эти сейчас я палетки которые набираю это фаберлик у них были двойные палетки айту ай и я их очень очень любила вот третий но так как они были такие пузатые я их разбомбила и сюда переложила вот они все три первая палетка она бледненькая но но наслаивается она хорошо они матовые такие или полуматовые давайте сейчас на слою ну в общем вот так можно сделать прямо такой какой-то хаким макияж такие они интересные так далее сейчас наберем сейчас наберем вот эти вот этот зеленый рыхлый я эти силу то применила ту же самую это от катрис вот зеленый рыхлый вот он не очень удобный видите силу нужно было другую так вот такие вот этот сейчас я насыплю и вот этот очень это металлик тоже катрис металлик вот такие цвета и последние два я вам покажу а нет можно вообще-то фаберлик тоже показать вот эти три от фаберлик я добавила чтобы была какая-то база для ярких вот от катрис тоже вот такие были однушечки они настолько приятные вот на ощупь вот этот еще наберу и вот этот темненький а светлый вот этот брать не буду но толку нет его не видно будет все равно так ведь это не видно почти как какой-то вот этот в складку который бишь нет я зацепила зелень зацепила ну ладно и так видно вот вот такие еще оттенки ну в общем скажите свое мнение как вы насчет того чтобы такую палетку взять вот она какая в проект все с тенями мы закончили мы с вами переходим средства нет не закончили как же я вам самое главное не показал друг по ее забыли как она выглядит колор тату конечно эта база это моя база очень много таких оттенков которые подходят под эту базу потихонечку она убывает и мне нужно за следующие два месяца ее убавить максимально так как она в проекте ну и помады давайте помада сейчас я освобождаю руку территорию для помад и мы будем с вами их чертить чтобы все уместились надо как следует освободить натерла руку то аж малиновая силушку применила ну что ж здесь вот девочки многие наносят а я уж вроде как привыкла с этой стороны матовая помадка тон 51 это белор дизайн подарочек она мне очень нравится она достаточно такая яркая на губах намного легче распределять нежели вот на сочи потом застывает и хорошо держится так сюда будем складывать оставила с прошлого раза вот эту лаковую помаду от ланком я ей ни разу не воспользовалась а подумала что это нехорошо все таки надо победить этот страх перед красными оттенками я ее сейчас специально наношу тонко это чтобы и себя убедить и вам показать что не обязательно она будет ярко красной если ее не перестараться то есть попробовать носить все равно надо оттенок то в принципе красивый надо попробовать подружиться далее от эйвон очень красивая помада оттенок вот так это металлик видите она такая она немножко суховатая то есть вы сейчас даже увидите я буду увидеть она как тянет кожу но на губах лежит красиво но суховато есть такой оттенок конечно интересный буду использовать ее и взяла от эйвон я вам хотела показать вот эту вот помадку сейчас объясню что меня в ней удивляет это с разводиками помните я вам говорила и когда показывала я вам ее новую у меня вот этот малиновый цвет был сверху и я говорила как будет на губах когда вот этот развод большой например попадет сюда и мне кто-то из девочек написал что ничего не будет она будет как-то перемешиваться вот я сейчас ее очищу вот видите вот эта вот коричневая штука попала как раз на основную на основной стик видите она ложится теперь либо таким бежевым цветом либо я сейчас половину сотру вот таким малиновым то есть в зависимости от того даже не знаю как вам показать нет так не показать ну в общем на губах иногда прямо вот бежевый бежевый вот этот цвет попадает но мне интереснее вот этот вот малиновый поэтому я ее обычно на губах начинаю крутить вертеть и стараться накрасить тем оттенком который мне бы хотелось так сейчас я сотру лишний сводч чтобы вы не подумали что у меня помад слишком много их и так слишком много но лучше пусть будут по одному сводча от одной помады так что я вся и в тенях вымазалась и в помадах из проекта project van я вам говорила что буду удар делать именно вот на эту помадку возможно я ее и в сумочках буду носить и дома время от времени пользоваться но не на постоянной основе потому что мне хочется в эту декаду использовать другие оттенки вот такой спокойный нюд скорее всего чтобы ее обновлять в сумочках самое то она будет со мной гулять от феерин линейка вельвет оттенок 516 вот такой красивый цвет давайте я его сюда нанесу она полуматовая тоже на вид кажется суховатый но на губах лежит неплохо кстати красивый очень футляр красивый от Mary Kay решила на следующий оттенок она была у меня когда-то целая но решила теперь под рукой держать эту помаду у меня одна закончилась в пустышки ушла и думаю налегать на следующую чтоб от Mary Kay помадки тоже у меня шли и заканчивались потихоньку помадка от Catrice которая у меня пострадала тут у меня целый набор из четырех штук Наташенька присылала но все прекрасно работают а одна решила вот так себя вести и поэтому она у меня тоже попадает среди тех которых я хочу закончить быстрее всех оттенок кстати у нее самый красивый из всех четырех но вот она такая оказалась капризненькая перебирая мои карандаши и помады для губ вспомнила от Wet n Wild 126 оттенок это бальзам но он оставляет свой тинт на губах и подсушивает губы когда уже сходит с губ то есть оставляя тинт начинают сохнуть губы поэтому его лучше чем-то обновлять если куда-то далеко я ухожу я ее не наношу либо надо брать с собой что-то быть готовой обновить особенно если устроить там где-то перекус давно не брала от Парисы так где тут оттенок а вот 24 не разглядела 24 оттенок вот такой знаете самый такой ходовой мне кажется оттенок для зимы особенно вот такой цвет губ только ярче и когда щечки румяненькие на морозе то эта помада очень хорошо смотрится также взяла любимку от Faberlic 40106 оттенок люблю этот оттенок он прямо такой под коричневые макияжи вот и нежный и красивый и ароматик приятный взяла металлик golden rose номер один не часто я им пользуюсь но время от времени использую вот так смотрится выглядит от Mary Kay решила не обижать взяла коралловую хоть пару раз то накрашу и будет хорошо тогда вот такой оттеночек и один всего блеск для губзила дивное сияние от Ferrin оттенок 305 очень красивый блеск он как раз хорош на если его добавить на помады которые подсушивают губы то можно обновлять именно этим блеском либо наносить сверху иногда его и последнее это карандаш для губ вы его хорошо у меня знаете он у меня и в проекте и часто бывает в косметичке оттенок 070 тоже использую я его как матовую помаду такой красивый оттеночек чувствуется да что дело к осени я мало взяла бледных вообще я взяла много на 10 дней но я вам говорила много раз что то что я беру в первую декаду добавляю во вторую декаду и в третью у меня это все складируется и только в конце месяца я все раскладываю по местам поэтому это еще не все в течение месяца и будет гораздо больше то есть у меня много скопится но мне так удобно так используются почти все помады и причем удар делаю на те которые хочу добить в этот раз добивашка у меня будет вот это она светленькая она как бальзам даже для губ может использоваться потому что увлажняющие ну в общем все показала все вот такая у меня будет косметичка в этот раз мне понравилось с двумя корзиночками использовать можно даже лишнее так вот туда в корзиночке убирать и получается как то вот порядок да вроде как все красиво так разложено ничего лишнего ну прямо удовольствие сама получила люблю я раскладывать думать как лучше разложить чтобы было как то вот на столе уютно и глазам приятно ну все наговорилась я буду с вами прощаться до следующей косметички до следующего ролика всем приятного настроения и всем пока пока